Добрый вечер, друзья, любители киберспорта! Начинаем мы для вас освещать серию трансляций турнира Setup, который у нас стартовал вот-вот в нашей любимой игре Танки Онлайн. Ну и, соответственно, мы никак не обделим это дело стороной. Ну и, соответственно, будем показывать команды Limerence против Just Passing на карте Red Aller. Комментировать данный бой буду я, KillS32, мой напарник Дмитрий Бес. Ну и за картинкой у нас Изи Соло Максим. Привет, Дима! Привет, Кирилл! Да, привет нашим зрителям. Привет всем-всем-всем, кто подключился к нам в этот киберспортивный интереснейший вечер. Мы сегодня открываем турнир Setup, это очень круто. И мы буквально перед эфиром пытаемся разлыбать, как это все здесь происходит, как они это все делают, как они там вычеркивают. Он такой запутанный, на самом деле, для вот таких, скажем так, не вовлеченных в это дело ребят. Думаю, даже вот тех, кто сейчас на карте, им это было все непросто понять, они там неделю читали инструкции, там как надо делать эти пики и кто там еще, как это называется. Ну, слушай, насколько я помню, там они уже, может быть я, конечно, ошибаюсь, но плюс-минус в районе месяца они уже тренировали это все. Вот, там были тестовые бои, есть записи на нашем канале киберспортивном, вот поэтому, думаю, там за этих пару недель, за 2-3 недели они не могли научиться это быстренько делать, и у нас, в принципе, с этим проблем не должно возникнуть. Ну, и есть у нас рестарт, и представим мы составчики, начнем, наверное, с Just Passing, за них будут играть Полис, Болт, Роллс-Ройс, Мэтт, Тома Хавк и Сейн. Ну, а я быстренько представляю Лимеринд, это Снайпер, Роликс, The Loans, Дуал, Армения G, Ром, и у нас уже там неплохая атака есть в исполнении Just Passing, они очень активно штурмуют базу синих, синие очень сильно зажались на своей базе, сейчас красные будут брать флажочек. Не успеваем даже мы рассказать о сетапах у ребят, которые сейчас, но Тома Хавк уже возит флаг на центр, у него есть очень много ХП, еще Болт, уже едет его встречать синих, почти нет, которые могут ему помешать, а флаг-то вот уже близок к тому, что... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю это, что вести до него, за что кто-то вешал, как он поет и полил, он поет и он поет и поел, не он поет и, у него возил без полный. Красный флаг уже въезжает далеко-далеко, Ну слушай, он погружен в принципе, его убьют его. Есть шафт, вот что интересно, это Хантера шафт. Собственно все, это как бы весь этап их Так, ну, Лимаренс Как получается, Дреспрессинг У Лимаренс я вижу дуо, это диктатор Рикошет, снайпер, Хантера Молот Армения Джиг, Хантера Жиг, Рома Это Хори Фриз, который так что пытался возить флаг Злонс, как я представил его на Хантера Громе Ну и, соответственно, Роликс На Викинга Фризе, к слову Мне хочется подметить, что у нас допустим Допустимы только два резиста Ну вот, поэтому будем периодически Посматривать, чуть легче Кстати, для комментаторов следить за этим Всем, вот, нежели С тремя резистами Нам чуть легче следить за этим всем, а ребятам Чуть сложнее все-таки подбирать, даже ничуть-то реально Сложнее, когда у тебя есть возможность защититься Только от двух пушек, но и пушки Здесь предсказуемы, потому что они уже Вычернули кое-какие пушки, на которых играть точно Они не будут, и у нас есть сейчас подбор флага И у вас прям по центру везет Рос Ройс Он целый, у него есть там подкрепа Еще, правда, его флаг пытаются вытащить Снайпер не получается, да 2-0 это будет явно Да, это будет выставка, там Снова ребята блокируют Очень отлично, к слову Играют у нас Jazz Passing А вот у Лимаренс какие-то проблемы в дефе Мне это не нравится Почему-то, допустим, у красных игроков Хантера Вулкан Справляется лучше, чем Викинга Фриз У Лимаренс Именно за синюю базу Ну, нонсенс какой-то прям Три минутки, кстати, тем временем прошел Снайпер подходит от флага, будет угостить его на тройку Там есть Ром, Ром снова пытается блокировать Но вот Полис его, мне кажется, убьет Там еще и Болт к нему подключится В случае чего, если нужна будет помощь У Ром аптека есть, да ладно Он ее не использовал Ладно, в принципе, он тут точно никуда не уедет По сути, это будет Ну, Роликс сейчас будет на подхвате Он Болта должен добивать? Нет, он физически не может его добить Но есть и Зелонс, который заходит В свой деф, в Томахавк Болт, как все сложно у них тут Вовремя подоспелить ребята, которые только что отреспались Отличный резист У Роликса Он защищает от Грома И от огнемета А Гром у нас, получается, Болт И огнемет у нас Да, в основном не ходит и в атаку, в принципе Поэтому резиста полезна Кстати, Полис уходит зачем-то Нет, все-таки успел он за аптечкой Но есть Роликс Роликс его может добить У Роликса есть аптечка Но Мерт приезжает Не успевает вернуть у нас Роликс Это будет подхват от Мерт Но здесь много игроков Снайпер берет флаку Он увозит Нестандартная очень траектория Как для Редайверта Он на соточку везет Встречается с Мертом И убивает его, конечно же Есть возврат На доставку он спешит Но тут Томахав Но Ром все еще будет подхватывать флаг ХП совсем нет И куда он поехал Не туда, чуть-чуть надо было ехать Как по мне А вот Полис, кстати, выбрал время Для того, чтобы везти флаг Он его подхватывает Будет везти он Под мост Роликс его Может тут остановить Чуть-чуть Но и Армения Встречает его В принципе безуспешно Хотя, кстати, добивает шахт Но не успеет Зелонс на подхвате Сейчас вывозит Но пока он не спешит Прыгает Томахав Ты снизу, он его видит Ой, опасный Зелонс прям как-то путается Его все-таки Красные раздавят Да, и вернут Конечно, этот флаг Ну и спустя полраунда Это Канус Активная игра На самом деле Я верю даже в то Что еще смогут Камбэкнуть у нас Кстати, очередной подхват Это снайпер Он пытается увозить на болта Там есть также Роллс-Ройс Немножко нет Тут Аликторию он выбрал Хотя есть Ром Ром успеет Не успевать Ром Это будет возврат Блин Прошло 5 минут Такое чувство Что мы уже посмотрели Раунда 2 Ну очень активно По крайней мере Вот начало Да, они демонстрируют Реально такое Горятое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова выходят в атаку и могут показать нам какой-то у вас интересный который вот приводит к тому что у нас 21 кстати до конца раунда еще время есть и поэтому я предлагаю лимитом чуть-чуть активнее заходить в атаку и чуть-чуть активнее ввести хотя бы один флаг чтобы сравнять первый раунд свой на этом турнире за деньги ребята получается не в первую лигу ворвались лишь они там совсем еще новички грубо говоря ну да это там грубо говоря это вместе некоторые еще причины по которым эти ребята смогли ворваться первые играли и клалкиваем мы помолчим немножечко а две минутки минутки остается по сути как бы ребятам нужно собраться для ли лимбрандсов один флорочек это ничего то есть они могут спокойного привести любой момент все главное собраться и заехать группа и не поодиночке армения же пытается тут бороться на красной базе анонсо добивать 1 добивать нет и успевать 2 роу строится от юзал аптеку есть также еще зло он созвонся никто не тоже знает заходит кстати еще параллельно ром и снайпер который будет атаковать двух флангов это тройка и с кемперки на своей базе ну и снайпер снова будет подхватывать все есть у него резисты нет резиста нету на красной базе он просто как джеки чан эти варен всех там сжег и вот там респа из-за того что постоянно были быстрее чем он мог убивать его зарешали кстати армения снова заходит в атаку он юзает дашку и конечно прячется от полиза тут на фризе он не хочет чтобы заморозил вы и полис конечно же будет его морозить все-таки они там где-то встретятся но синий флаг уезжает болт быстренько на своей нетре уже под мостом проезжает нестандартно через зеленочку эту к своей базе приближается он тут армения доброе утро вот и я вернем и флаг вернем кстати а снайпер то уходите время пока все отличены на возврат и на доставку снайпер то везет он уже на водокачки спокойненько поднимается 2-2 они поймали этот момент все-таки смогли сравнивать счет только вот вам надо 40 секунд теперь не потерять флаг который они так в дефе есть дома дефе есть также ролик с армения который по сути целый немножко вот поэтому ребята никак не должны отпустить эту ничью доброе утро доброе утро там есть алл Продолжение следует... 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 очень часто, вот прям впритык. Он просто перестреливает. Я не знаю, но вот я надеюсь, что такого у нас здесь не будет, потому что очень обидно было бы, если бы там была кучка танков, куда-то должен бы стрелить ром, а в итоге урон не проходит, просто она просто из-за какой-то текстуры. И все. Кстати, снайпер залетает, о нем уже знает, Ролл-Фройс быстренько догорает, это будет очередной увоз, точнее пока что подхват. Тут еще ролик, смотри, он тут будет отвлекать неплохо Мерта. Снайпер, правда, там переживает не самые легкие времена своей карьере киберспортивной, и его убивают. Есть ром, кстати, по ролику отстрелялся, как Ролл-Фройс, ну и, соответственно, он пока здесь живет. Мы его тут должны добивать информацию о нем. Есть Злонс, кстати, вот мне нравится этот дуэт, Ром и Злонс, они в основном заезжают в атаку, один отвлекает, другой увозит, отличная скидочка, есть под снайпер, он будет увозить теперь на тройку. Ребята немножко обманули своих противников, ну и на шефте, Сейн, который пытался... Да он увезет. По листам, правда, такими путями прям перепрыгивает через всех, хочет вернуть, но снайпер какого-то художника ставит, 2-2. Какого художника? Не знаю, какого-нибудь там интересного. Который... А, я понял. Ну, вот того самого, да. А, я... Ну ладно, 2-2. Очередная ничья у нас на карте, но у нас есть 4 минуты. 4 минуты до конца, в принципе, времени достаточно, чтобы ребята попытались свое счастье в увозе, либо же в доставке. Ну, вот. Ну, по-прежнему, как бы, я буду говорить, что злонцы и ром очень хорошо действуют в атаке, а если туда приезжает снайпер, то, по сути, 80% это будет увоз. Вот, кстати, не остаются вообще танков на синей базе, наконец-то, ребята из Чест Пейсинг будут что-либо предпринимать. По соточке везет уже Томахавк, по нему стреляет. У него нет ни три, он так тянет, это все. На его базу-то, тем временем, зашел Роликс, Зелонс и снайпер, вот те самые ребята, о которых говорил ты, они хотят сейчас вывозить. Мерт уже на своей базе, да, но Зелонс-то вывез, у него аптека, вот он ее юзнул. Томахавк добьет, говорит, ну нет. Нет резиста от рикошета, он сгорит, но он не вернет, Сейн, есть Роликс, дай ему грома, пожалуйста, быстрее. Живая, Дашку, он бьюз, но это будет доставка. Роликс вообще не туда смотрел, я не знаю, как Сейн успел Дашку использовать, но он вышел, 0 хп. 0 хп, ребята, деляли от фага. На тоненького просто парни играют, да, это 3-2, у нас очень жаркая игра, и вновь впереди у нас Лиммеренс. Они хотят забрать с собой этот бой, они хотят заработать первыми три очка. Я подожди, сейчас пассинг? Нет, это был Лиммеренс. А, Лиммеренс. Лиммеренс за синюю сторону. Подожди, сейчас пассинг в лидерах, 3-2. 3-2, но Лиммеренс за синюю сторону, я об этом говорил, мы это не поняли. Итак, снайпер будет брать красный флаг, и это именно игрок Лиммеренс, который хочет вывести, и Зелон себя встречает, на их базе там просто какого-то канала творится. Сейн, у Сейна есть 3 выстрела, раз, два, три, встречается, два флага, Зелон будет подхватывать, успеет подхватить, но все-таки там будет, видимо, возврат, потому что 0 хп остается, болт приезжает, это возврат в исполнении Мёртвой, и увоз очередной, а Тома Хавка, он уже только увозит, не на соточку, а на водокачку, Дуала блокирует по максимуму, чтобы он не нанес дамага, ну и, соответственно, Тома Хавка уже у себя на базе. Никого нету, есть только Гром. Есть перехват, снайпер есть, есть Ром, и все еще потеряно, Ром будет заряжать, сейчас твою Катюшу, соберем, попадет. Ой-ой-ой-ой, Зелон-то заезжает, резист там есть, резиста нет, возврат от Зелон, за это снайпер уже везет флаг на водокачке. За 3 минута 45. Да не отдадут они 3 очка, я тебе говорю. Это просто какая-то жара. Так он может, кстати, увести резиста, грома у него есть, и мертв, лишь может его потрепать, ну, это единственное, чего у него нету. Килл есть, а птики нет. Так-так. А так парень ничего был. Кстати, очередной заход от Болда. Время на последнюю атаку просто, вот или сейчас, или никогда, ребят, пора решать уже, это третий раунд, в четвертом все будет еще сложнее. Вот этот, был бы заход, но Сейн везет, ребята, нужно его срочно сливать, Дашка пропадает, дуал, дуал уже его видит, а, это ДДшка пропадала. Он стреляет, и ХП совсем не остается, дуновение этого дуала. Да ладно, он убивает, еще из своего вернет и дуал. Дуал не успел, он срезался в эту стеночку, ой, господи, подожди, 4-3, но есть Роликс, Роликс подхватывает очень вовремя, будет увозить флаг, там есть Злонс, Злонс попытается его, что, как за член? Флаг сверху снова, по дуалу скидывают, куда дуал повезет, а никуда у него нет вообще ничего. Скигнуть, но не успеет, что это вообще такое? Оно должно сейчас произойти, да, здесь подхватывает Роман, там уже не везут. Красные в атаку тоже не идут, поэтому последние 30 секунд, я думаю, все-таки будут более спокойными, чем предыдущие 30 секунд. Это вообще что-то непонятное, ну, на самом деле, блин. У тебя лагает СН или нет? Я просто не замечал, я замечал, один раз. Подожди, Болт везет, подожди, он сможет доставить, 8 секунд, не хватает. Если тиммейты не будут мешать, там ролик считается. Да ладно, да ладно, он еще и минусы доставляет. Господи, что это, что творится вообще на карте? Как он увез? Почему вы, кстати, не комментировали, как он увозил? Потому что мы рассуждали уже о другом, о шмофте. О шмофте мы рассуждали. Полт приехал, на нейтре. Я же говорю, и Васпику, ой, Господи, Васпику. Ренету хватает 10 секунд, 10 секунд, чтобы доставить. Вообще не важно, где ты, хоть ты будешь карту два раза объезжать, он все равно успеет доставить за 10 секунд. Горек очень быстрый, по сути, ему везде есть, где проехать. Вот. Ну и, соответственно, вот что у нас получается. Кстати, там еще неплохо, насколько я помню, блокировал кто-то роликса. Вот. На базе. Да, кто-то блокировал. Это было видно. Очень грамотно это было сделано. И, кстати, что это получается, печальненько для Риммонс? Они теперь только могут на ничью рассчитывать. Они же так классно играли. А они же так классно отыгрывали, камбэкали. А теперь им надо выиграть еще, чтобы ничью получиться. А все из-за какой-то нелепой ошибки в конце. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, просто, ребята, может быть, подумали, что да, какие-то там 20 секунд, а стыдаривыча не увезут. Они так что? Мы же будем лучше писать, что замените шафта. Он лагает. Ну, ладно. Да, теперь, ну что, минуткой мы начнем уже четвертый ранг, который однозначно станет заключительным. Но, кто его выиграет, это все равно загадка для нас. Конечно, хотят теперь Лиммеренс одержать победу, чтобы хотя бы одну очко заработать. Но, just passing на подъеме. Эти ребята сейчас прям, я думаю, после последней доставки на последней секунде, да еще и в минусе, там просто рвут и мечут. Ну, когда им все сильверсов подавай. На тоненького, на тоненького. Да, мы показываем сильверсов параллельно. Они там играют сетер, не честно, не ошибаюсь. Может, уже не показывай, там уже все и закончилось. Не, они там еще играют вроде. Удачи тогда им. У них слово четвертый раунд 1-1. Вот так вот. Кстати, на карту зашел там перерыве интересный ник, смотри, изи-изи. Там-мам, там-мам. Какой прям креативный парень или девушка, не знаю. Изи-изи. Ну ладно. Итак, мы начинаем четвертый раунд уже. И что, мы должны сейчас увидеть какую-то агрессивную атаку сразу от Лиммеренс, который везет сразу пять флагов. Но ее нет пока. Ребята только собираются ее атаку. Слушай, вот не говори, пожалуйста, так они по-любому сейчас зайдут и что-то какую-то намутят атаку. Без этого никак, слушай. Роллс-Ройс уже заходит на чужую базу и вот, конечно, будет встречать и дуалы, и нарик. Есть Сэнь, который, посмотри-то, на шафте может издалека понакидывать, а не заезжать так прям сразу, слушай, в лоб на шафте. Смелый парень. Эмпти ему помогает, конечно, Роллс-Ройс идет вторым темпом за ними. Ну а что у Роллс-Ройса? Он только сейчас активирует свою Дашку и сразу получает в лоб от Рома. Тома Харк помогает у нас в седнем фланге. Роллс-Ройс все-таки заезжает на чужую базу, Минку кушает, аптеку кушает. Субтитры создавал DimaTorzok флаг под мост Роллс-Ройс морозит. Ой-ой-ой, не ту территорию они выбрали для УВОЗа, хотя, кстати, флаг до сих пор лежит, снайпер его может подхватить. Успеет, нет, не успевает, его догорают. Сейн успеет, не успевает вернуть флаг Сейн, это будет подхват от игрока Дуал. Есть там также Полис, 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 господи, как они сейвят этот флаг, как они сейвят этот УВОЗ, злонц это делает, будет он пытаться вести ролик снова на подхвате, но слишком много тут игроков не хватает, снайпера, снайпер не успеет, господи. Что они сейчас творили, они хотели, вцепили за этот флаг, просто зубами не хотели его отдавать, но у них еще есть 740, чтобы успеть еще на пару флагов вцепить, а снайпер, кстати, подхватывает флаг, далеко не уедет, я думаю, потому что тут Роллс-Ройс есть, Тома Хав, злонц рядом будет помогать, зачем снайпер скинул флаг, я не знаю, уже дело 10, Эмпти это тоже сейчас подхватил флаг, он-то на харе своем, но не требует быстрее-то вывозить, ну, куда? Возвращать. Под злонца, под злонца, под противника, он будет увозить, чтоб тот вернул, тот лажает. Штырлиц еще не было, никогда так близок, Турлан. Туса, вновь туса у нас на синей базе, продал Томи Хавка уже есть аптека, но я использовал снайпер тоже, что ничего не сделает, он в одиночку, по сути максимуму, раздамажить по Лиза, да, что-то остался на 0 хп, и потом вторым повторным заходом возможно ребята смогут-то и увести. Флаг. Вот, кстати, ребята и пытаются это сделать, злонца на пару с Ромом и Ролексом, заезжают, злонца на 0 хп, только... Чуть возвращаются? А, они вернулись, понимаешь, из-за чего? Из-за того, что там слишком много сейчас один бам от Рома, который не проходит, Сейн как-то залагал, не пытался увезти, ну и Ролекс никуда не увезет, соответственно, Парис там очень в уровне в дефе. А, ты играл? Как-то, тоже должны добить, но и красные в атаку не могут просто зайти синим, этого не позволяют, по крайней мере, целыми они туда не доезжают, битыми уже там сложно играть, аптеку скушали, собственно говоря, и все, игра окончена. Начинается сначала, Миша. Давай по-новому, Миша. Да, все новое, все фигня. И сейчас катится, атака, злонца там в тылах, Ролекс тоже пытается, что это придумать, Ром тоже на подворе тут просто, рядышком. Ребята, давайте, вас верит со стороны просто сейчас. Ролекс с флагом, нет, не ролик с Ром. Хорошо, ну вот под мост тут сразу сейн. Сразу, ты видел, как он так просто свертуха на плюх? Снайпер, кто-то видит, снайпер, посмотри, снайпер, он один на один становится смертом, ДДшку не зажигает, он берет просто флаг и вывозит вокруг мертвого, он его вводит. Сможет его добить, наверное. Так, слушай, 0 хп остается у Тома Хавка, там есть Ром, Ром, одна пичка, он его добьет, в принципе, это будет возврат, да, это возврат от Рома, но есть еще, нет, нету подхвата, а жаль, кстати. и Эмти ждет время, чтобы не возвращать, потому что он понимает, что Ром подхватит, будет увозить, и бла-бла-бла. Ага, дождался. Дождался парень, конечно. Все-таки вернуть должны флаксини, когда-нибудь, да, или когда тот сам вернется. А до конца раунда 5 минут, вот, когда, если не сейчас, давайте, ребята, какую, сейчас Ром закидывает тычку на поле, зашно чужую базу. Ром, да что это творит парень, он себе позволяет, ребят, у него 7-9, хоть и УП, но он многое себе позволяет на этой карте ее, и, слушайте, благодаря ему, это будет увоз, кстати, полиза, нужно добить полиза, добивайлость, не возвращают, они очень грамотно, отыгрывают, над этим вот возвратом, а сря, кстати, Роуз, не успел вернуть, злонс, подхватил еще аптеку, у него сработало полностью, томихап, тома, точнее, хапка, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, до 50 до конца раунда, теперь уже на два флага ввести Лимеренс. Это очень сложно сейчас будет. Я думаю, они не теряют надежды, им надо, конечно, идти в атаку, они будут туда заходить прямо сейчас. Ром, Зелонс, Дуал. Остальные ребята только респавятся, они могут поддержать, будут вторым темпом. Роликс уже двигается, Снайпер двигается туда. Все едут туда, ребята, надо все ехать, просто сейчас уже терять нечего. Зелонс на чужей базе, Снайпер сверху на подкрепу. Вот на Снайпер это все меньше всего пока внимания, он бы мог брать флаг, но по нему сейчас будет много хп лететь, потому что в Синий это все респавятся. Ром, недалеко, на соточку мы вывозим, есть Дуал, должен блокировать сейчас весь этот Синий паровоз, который рядышком, Снайпер там колесит по штанишам уже и подниматься на базу он не может. Ой-ой-ой, подлецом и Хавка вернется, все-таки там резист есть, не успею этого убить, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зелонс, пустой базу будет вывозить, он мертвый добьет, на центр надо дергать, есть Троликс у него рядышком совсем. Полис, Полис сейчас походу может сделать все, он замораживает Зелонса, оставляет его на половину хп, еще и дальше его бьет, правда, Эмпти. Эмпти в это время пытается увозить 0 хп, это будет возврат, он вроде как в минусе лежит, да, это будет, видимо, возврат от Нарека. Нарек, давай, быстрее, нужно срочно встать, да, это заставка. 1-1. Мохаве заходит на чужую базу, у него есть фулл-дроп, у него в аптеке нет, его убили, конечно же, но надо ввести еще один слаг теперь. Надо, Лимеренс, идем в атаку или нет? Ну когда? И совсем, вот, чуть-чуть, минута до конца, 60 секунд. Сейчас-то все должно решиться, кто-то сегодня уйдет с тремя очками, кто с одним. С нулем. Ну почему, ребят, давайте, снайпер, у тебя все верим, ты увидел отличный ролик, тут становится на гусли, смерта, смерта они должны убивать, по алистам получать свой урон закономерный, уходить на рез, пром вторым темпом. Рома, ну плюху, можно, в принципе, плюха прийти, куда ж ты, или китайшку, что это за магнум, я понимаю, в дом, зачем в дом было стрелять? Ну ладно. А Злондзи кто-то видел? А Злондзи не знают вообще никто, ему главное не политься сейчас, зачем ты так рано выехал, Злондзи, но все-таки он обманывает полиция, нет, едет не туда, пытается добить его, пытается добить мертвого, его добивает темпти, и это увоз на соточку, роликс, роликс успеет, роликс не успеет, хотя аптека была, нужно было раньше. Ну он вторым темпом сейчас пустой базы должен закидывать, смотри. 10 секунд, 10 секунд, он никуда не увезет, это 1-1, да. Ну и грубо говоря, у нас JustPassing одерживает победу ценой всего лишь в один флаг, ну они на один флаг выиграли, вот в этом, в третьем раунде, сколько у нас там было, 4-3, да? Угу. Ну и все. Всем спасибо за внимание, да, говорят JustPassing. Вот тот один флаг, который в минусе был доставлен, вот он все решил, все, у нас не было бы такого разрыва, там 5-0-6, но вот так как-то все решалось. Спасибо. 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 Спасибо.